всем привет сегодня четверг с вами снова я софия sky и моя программа актер 100 сегодня у нас в гостях первым гостем станет российская актриса сыгравшая более чем 60 картинах кинокартинах я вам прочитаю в каких картинах она снималась например фильм холоп который стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа снималась сериалов последний министр девчонки малодрама метод лавровый хозяйка тайги и других а также ольга 16 года стала режиссером я очень на самом деле жду разговора с оли потому что она первая российская актриса с которой познакомилась после того как приехала из лос-анджелеса я помню это была премьера фильма белый лебедь ммкф я тогда была ведущей с ольгой мы как-то нашли общий язык и она стала мне рассказывать о том как проходит вообще актерская деятельность в россии сейчас я ожидаю что она к нам присоединиться ольги масса перемен в жизни я знаю что давно не выходила ольга в эфир будет очень интересный разговор поговорим о том как из театрального вуза попасть в кино как сделать так чтобы тебя постоянно брали в картины ольга потрясающе комедийная актриса мне очень интересно узнать ее какие-то tricks фишки которые она использует для того чтобы так успешно перевоплощаться в комедийные персонажи смотрим не присоединилась ли к нам оля привет привет рада тебя видеть как ты я тоже я прекрасно хорошо вот я вернулась снова на дачу в ленинградскую область тебе знакома родные места родила родили в петербурге и это мы тоже затронем как часто ты можешь приехать к себе на родину могу ли я поздравить тебя с пополнением в твоей семье до тебя ольги спасибо скажи пожалуйста родилась дочь да у меня полгода назад родилась дочь вот я безумно счастлива этому этому первый ребенок и она конечно изменила абсолютно мою жизнь и в творческом плане и в человеческом ну и вообще во всех во всех сферах короче мне она дала как бы это новый но новые новое вдохновение новый итог жизни карьеры так что очень интересно будет мне у тебя спросить действительно вот пока в момента как у тебя появился ребенок опыта в кино будучи матерью было или не было вот вопрос такой знаешь на пандемию тоже в принципе расходятся были ли проекты у тебя во время вот того что случилось и удалось ли тебе поработать уже будучи матерью какая разница да смотри я же теперь еще я тебе рассказывала работаю сценаристом режиссером да то есть и моя работа сценарная режиссерская она не прекращалась вообще то есть я из роддома там уже что-то какие-то строчила значит комментарии по сценарию но и актерская работа вот сегодня как раз премьера вышел сериал семена слепакова окаянные дни серия со мной вышла как раз сегодня я просто же не успела ее выложить еще в свой инстаграм посмотрела классно слушай да мне очень понравилось но семен он такой гарант вообще качество у него всегда все классно смешно мы там с тимофеем трибунцевым снялись он тоже прекрасный комедийный актер и это все вот ну на тему как бы вот этой пандемии наших страхов про это моя героиня девушка которая страшно боится значит этого вируса страшно боится заразиться и везде значит ищет где же эта бактерия значит к ней прилипла слушай а вообще все на удаленке да как ты понимаешь а так как я ну все актеры находились в москве а я находил в петербурге ко мне приехал человек из москвы съемочной группы вот камень и клуб продакшн и сняли мне номер гостиницы ну такую как квартиру и там вот я снималась вот этот человек был в маске в костюме ну и все вот это вот скажи да забавно происходило до появились которые дата что необходимо теперь иметь обязательно маски перчатки особенно для стаффа который работает конечно это все наверняка удлиняет процесс съемочный создает такую очень тяжелую обстановку это действительно неудобно ты знаешь трудно было что именно вот я посмотрела но я же вижу как я могу там до существовать актерские как там получилось я понимаю что если мы были рядом с режиссер а там сложная роль достаточно тоже комедийная поговорим об этом да вот как как что такое комедийное да вот это существование и все таки я вижу какие-то недочеты которые были бы гораздо лучше сделаны если бы режиссер был со мной рядом видел бы тут же да как я делаю а так там есть какие-то ну микро неточности потому что режиссер был по вот в этом зуме вот в телефоне и короче это и слепаков тоже был в телефоне ну в общем такое расскажи оль как долго ты готовишься к роли и какие твои уже опытом да добившимся более 60 картин как ты готовишься так чтобы ну ничто не могло выбить тебя никакая ситуация на площадке даже если режиссер скажет что все что ты дома подготовил параллельно должно быть как ты быстро переключаешься расскажи немножечко об этом слушай ну вот как таковой прямо подготовки к ролям вот да то есть что я разбираю что-то да там или что-то я как бы читаю сценарий когда я стараюсь через себя интуитивно все это пропустить почувствовать ну ты правильно говоришь там опыт да наверное если бы я там сейчас начинала я бы более тщательно это делала но я все-таки у меня такое знаешь все интуитивное я вообще такой человек интуиции и для меня главное это вот отпустить себя это вот себе разрешить себе позволить быть ну вот этим человеком который написано вот на бумажке ну вот кстати расскажи прости что перебиваю по поводу интуиции вот действительно в самом раннем детстве ты захотела быть художником а потом вдруг интуиция подсказала что надо не только не художником быть а стать актрисой еще и свалить из санкт-петербурга при родителях которые довольно строгих нравов ведь это действительно харизма это действительно то без чего актер ну в принципе не может существовать это вот эта решительность полная вера да то что ты делаешь напомни пожалуйста немножко вот в какой момент ты поняла что ты должна поступить именно так ведь именно это решение в итоге повлиял на то где ты сейчас есть да сонечка знаешь я кстати думала сегодня об этом вот об этом поговорить о том как какие есть потому что у меня тоже очень много подписчиков там девчонок молодых которые пишут ну как мне там 15 лет мне 13 лет я хочу быть актрисой но мои родители говорят нет там получи образование да там типа актерство это не профессия как ты будешь там зарабатывать на хлеб ну то есть это такой супер риск да ну ты меня тоже как понимаешь как актриса и как балерина ну то есть это же ты как бы делаешь такую ставку все на одно число на рулетке да то есть очень интересно один мой гость по этому поводу сказал но это уже взрослый человек и как мужчина к нему можно прислушаться вот он сказал что моим детям я задал вопрос посоветовать бы он своим сыновьям стать актерами на что он сказал что я им скажу так если хотите повторить мой путь сначала имейте какую-то стабильную работу которая даст вам хлеб дом и так далее а потом уже становитесь актерами и играйте в это для нас для женщины немножко по-другому ну вот и ты согласна с ним или все-таки думаешь что вот если бы я была мужчиной то конечно положиться полностью ну смотри как вот есть профессия актриса но все равно это далеко не как у всех там шесть четыре фильмов в год бывает так что ты целый год ждешь свою роль но жить на что-то надо соответственно придумываются какие-то вещи которые или вокруг этого то что я делаю до преподавание актерского мастерства или какая-то вторая до профессия который тебя в принципе оберегает но у женщин и гайджи по-другому уже все таки есть да мужья в конце концов которые отвечают за то чтобы но тоже значительно у меня очень много подруг у которых тоже мужья актеры которые значим меньше чем они зарабатывают поэтому да так что тут это такая палка о двух концах но вот да тут знаешь вопрос рискнуть условно да все поставить на вот это да идти к своей мечте или вот все таки знаешь так осторожничать думать там типа о том что на черный день колбаска да чтобы было вот это да кстати ну это наверное вопрос каждого человека вообще выбора судьбы вот то что да тоже мы с тобой там обсуждали вообще как-то вот смотри да я хотела тебе рассказать про детство вот про про то что я у меня была такая я просто очень хорошо помню у меня такие очень строгие родители и папа всегда говорил что нужно образование читать книжки там то да да но я помню за что у меня было сюда в детстве я всех копировала вот это про актерство да то есть я постоянно за всеми все повторяла и моими родителями это воспринималось ну как глупость какая-то меня страшно попруга умирал ты как обезьяна а я просто я очень обижалась переживала а у меня реально у меня что-то подруга там какая-то по этажу сделать я абсолютно начинаю это копировать делать то же самое там моя повторяла все у меня был кумир я помню там мне было лет восемь моя учительница первая она была очень молодая я все за ней повторяла я играла в игру мне казалось что я это она ну типа она ведет урок и я сидела такая типа это как будто я делаю и у меня получалось знаешь подсоединиться к этому и в принципе да ну вот я сейчас понимаю что это вот оно и есть как бы мой ну как это это мне дано просто это вот с детства у меня вот это как ну как бы вот это вот подстройка копирование в этом ничего плохого нет это актерская есть ну как бы у нас же есть наблюдательность да что мне сейчас напомнило очень что вот это вот повторение было у меня у меня мама филолог русского английского старославянского и у нас даже было в детстве такое она меня дразнила говорила соня хочет каку Я все время говорила, я хочу, как у нее, или я хочу, как у нее, потому что она говорит, Саня все время хочет, как, да, действительно, более того, заигрывалась ли ты, вот у меня бывали такие случаи, что я на улице заигрывалась и могла изобразить там иностранку, например, из себя, взяла, я все время обманывала, врала, да, и это как бы в детстве воспринималось, ну, как бы, сейчас бы я уже понимала, вот если моя дочь бы, да, я понимаю, как бы, о чем это, да, тогда наши родители, наверное, не имели такого, ну, багажа, там, знаний, кругозоров, всего, да, потому что советское время и все такое, и моими родителями это воспринималось, как, что я какой-то безалаберный, плохой ребенок, вот что есть какие-то серьезные дети, да, у которых пятерки по математике, а я вот сижу там, повторяю за двоечниками всякими, вот, это забавляло, было очень интересно, вот, из этой же серии представляла ли ты себе, например, вот летит самолет, просто очень параллелится, мне прям так интересно стало, плюс мы с тобой практически, да, одного возраста, в то же время, летит самолет, и ты думаешь, если бы я сейчас сидела в этом самолете, что бы я видела, и представляешь себе в трехмерном изображении, как ты сверху смотришь на то, где, на самом деле, ты стоишь, как бы, и наблюдаешь самолет, вот такие, да, переходы. Нет, слушай, такого не было, а у меня было, когда вот я ехала, например, в самолете лечу, это уже, ну, постарше, да, и я все время представляла, вот эта там, женщина, вот, откуда она, куда летит, что у нее там, знаешь, ну, вот, интересно про людей, мне кажется, это вот интерес какой-то к жизни, да, чужой, он, ну, как бы, неплохой для нашей профессии, это не про сплетничество, и не про то, что тебе там... Да, это какой-то вот тебе интересно про людей, мы же, по сути, ну, играем, вот, взрослые, мы взрослые, играем в то, что мы другие люди, ну, то есть, вот, что такое наша профессия, да, мы на себя примеряем, как вот я там из окна сейчас вижу, например, я сижу там на даче, вот они в соседнем участке, понимаешь, если бы я была не актрисой, ну, странно, я бы была себе за ними наблюдала, да? Ну, конечно. Слушай, но при этом у тебя же еще, Оль, комедийная жилка, это такая редкостная вообще, да, вот, ты же не просто, ну, за соседями наблюдаешь, это было бы скучно, ты еще и добавляешь им там, ну, не хвосты с рожками, но они у тебя получаются очень колоритными персонажами. Расскажи про это чувство, как ты это в себе открыл? Да, ну, я тоже, кстати, много об этом думала, потому что мне как режиссеру, как сценаристу тоже интересно жанр комедии и вообще, ну, как бы, смешное в жизни. И я долго про это думала, и я сейчас вот поняла, что на самом деле наша жизнь, жизнь в России, ну, ты как человек, который очень много прожил в Америке, который в двух, как бы, мирах существует, да, в американском и в российском, ты понимаешь, насколько вообще жизнь российская, она комична. Ну, то есть, и это, мне кажется, было всегда, изучая там нашу классическую литературу, да, все там Гоголь, Салтыков, Щедрин, ну, то есть множество, да, там, Лесков, это вот все такие вот, ну, глобальные какие-то произведения, да, они все через юмор, через смех, потому что наши русские персонажи, наша русская жизнь, если не относиться к этому с юмором, то это можно реально сойти с ума, если у тебя нет чувства юмора вообще к своей жизни, к этому абсурду, который там происходит, да, ну, у нас в основном, неважно, сейчас, там, 20 лет назад, 30, там, ну, то есть, просто очень тяжело без юмора, да, жить на... Очень много нелогичных вещей, да, которые как-то совершенно противоположны друг другу. Ну, давай вернемся все-таки к твоему вот этому решению переехать, и это же действительно возраст, 15-16 лет, да, я как-то... Да, знаешь, уже позже, нет, я 15-16 захотела, я поняла, что мне тесно, что мне скучно, я училась в школе, мне, ну, как бы, знаешь, я вот чувствовала себя, вообще вот такой у меня очень сложный был подростковый возраст, и я всегда себя чувствовала не на своем месте, что я не с теми людьми, которые должны быть рядом со мной, да, это я сейчас ни в коем случае там не к своим друзьям, у меня были всегда и близкие друзья, с которыми я до сих пор общаюсь, из Питера, да, они как бы меня поддерживали, но глобально я чувствовала, что я настолько вот не в своей тарелке, что вот это вот там... Родители мечтали, что я была художница, я рисовала, стояла вот по 6 часов эти гипсовые головы. Вот я была в шоке, когда прочитала про то, что потому что художник — это терпение, актер — это просто... Да, ну, ты же меня знаешь, да, какая я... Как можно было выстоять даже. Я вот мучилась, я мучилась, я страдала, при том, что это действительно, ну, как бы, творчество, и всё мне очень нравится, но это совершенно для других людей, для флегматичных, для таких медитативных, да, у меня совершенно другой темперамент, и сейчас с возрастом он, наоборот, стал у меня ещё более, ну, как бы, спокойным. Раньше я была просто такая вообще просто безбашенная девчонка. Расскажи немножко, расскажи какой-нибудь случай, где ты использовала в обычной жизни своё актёрство, чтобы человек, ну, просто был в шоке или обалдел или не ожидал. Вот какой-нибудь смешной случай, расскажи, пожалуйста. Слушай, ну, у меня все случаи были такие смешные и страшные, вот эти, потому что детство... Моя молодость вот в начале нулевых в Питере, понимаешь, она была безумная абсолютно. Я постоянно выдумывала про себя, какие-то истории просто, ну, невероятные, которые... И причём я была уже не ребёнком, я была, ну, там, 18-18 лет. Когда люди узнавали, что это правда, они говорили... Они просто говорили, что... Когда узнавали, что это не правда, то есть. Что это не правда, да. Ну, как бы, когда узнавали правду, я просто была аферисткой, на самом деле. Ну, то есть я никого на деньги там не разводила, ничего такого, но... Но это правда, я просто врала, там, знаешь, что-то придумала. Всё-таки моя мама, например, на это говорила, что это не враньё. Ты всё-таки... Ты придумывала истории, ты так всегда развлекала. Миры какие-то придумывала, да. Враньё – это корыстная, злобная штука. Да, нет, не ради корысти было. Это было вот какое-то развлечение. Реально, мне было как-то скучно жить. Понимаешь, для меня Питер были очень такие все, знаешь, снобийские люди, которые мне говорили, как надо жить, что я должна быть вот такой интеллигентной, значит, спокойной, размеренной. В левой руке, значит, вилочка. В правый ножичек. А я вот от этого, понимаешь, мне не нравилось. И вот этот, ну, как бы, знаешь... Я вообще не люблю, когда люди, что-то из сестров, знаешь, то, чем они не являются, да. И я как-то это так чувствовала вокруг. Утрируя делала это. Утрировала, да. Я как будто... Мне хотелось взрывать, знаешь, всех вот этот мир вот такой фальшивый, ну, как мне тогда казалось, да. Я его прям бомбила со всех сил. Ну, собственно, чем я сейчас и пытаюсь в творчестве тоже заниматься своем, там, как режиссер, там, я вот сейчас написала «Полный метр», я тебе рассказывала. Он тоже такой, он про Питер как раз там, где дело в Питере происходит. Ну, вот, и там тоже такая главная героиня, которая, ну, она не такая, как я, она скорее такое мое, знаешь, ну, метафорическое эльтер-эго, но тоже она попадает во всякие, в цепочку страшных, смешных всяких событий, через которые вот она освобождается. Сложно ли найти актрису, будучи актрисой, зная, что ты хочешь? Потому что я уверена, что, будучи режиссером, ты все равно представляешь себе, как это можно было бы сделать. И сложно ли найти того, кто оправдает надежду, как режиссеру? Слушай, ну, это наша самая большая задача сейчас, найти вот главную героиню, потому что это, там персонаж в каждой сцене вообще, то есть реально, это прям вот история ее, и, ну, да, это сложно. Это сложно найти живого, ну, как бы актрису, которая не играла бы, а почему бы это проиграла? Почему сама не хочешь свою же героиню, которую видишь, сыграть? Почему? Ну, во-первых, ты знаешь, я когда вот вместе тоже, говорят, ты, наверное, пошла в режиссера, чтобы самой себя снимать, но это вообще не так. Я не про это. Дело в том, что ты, правда, очень талантлива как актриса, и, правда, как режиссера видишь, что ты хочешь увидеть в итоге. И, по сути, мало ли кто что там говорит, если действительно лучше никто не может сыграть. Почему? Делали ли ты кастинг самой себя? Нет, не делала, не делала, но, может быть, сделаю, но не специально, а попробовать каких-то актеров, знаешь, когда там, ну, героя не найдут, но я попробуюсь. А что тебя смущает? Это огромная, во-первых, нет, смотри, во-первых, это огромная ответственность. Мы ржали с моим соавтором, что я буду, знаешь, если я сама буду играть, я вообще ни за чем не буду следить на плейбеке, только толстые я или нет. И так типа, о-о-о-о, стоп-стоп-стоп, переснимаем. Так, почему, Оля, все было. Костюм, костюм, знаешь. Конечно, нет. Ну, во-первых, очень сложно отделиться и себя воспринимать объективно. То есть, ну, мы с тобой знаем, что там в Америке, в Голливуде есть такие истории, где актриса, режиссер, там, сценарист, это все в одном лице. Да, да, да. Я режиссировала фильм, с тобой же в главную роль это очень сложно. Я поэтому не просто так спрашиваю. Да, да, да. И мне кажется, вот даже какие-то и твой проект, и какие-то вот, например, на HBO, там есть сериал Girls, да, там все равно Лина Даннамана сама и сценарист, и режиссер, там, и продюсер, и актриса, но там сидит на плейбеке Апатол, который ей говорит, как шоураннер, который, ну, по сути, и есть режиссер. Ну, то есть вот так вот там делают. А у нас, если ты сама режиссер, то ты сама реально бегаешь и вставляешь кадр, говоришь оператору, что еще туда забегаешь, еще играешь, ну, то есть это... Еще обращаешь внимание на лица людей, которые реагируют, так ты это сделала или нет, потому что самому очень сложно, да, оценить. Я видела, мне, кстати, очень нравится тот фильм, который ты, я его видела, да, сама, и ты его режиссировала, играла, то есть там, ну, я не знаю. Ну, после него с тобой познакомились. Да, 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 да. Ой, это отдельная история. Ну, да расскажешь. Я приеду к тебе в гости, я в Питере, поцелую в пяточку твою малышку и расскажу про этот ужас. Вот. А сейчас хотела спросить все-таки у тебя еще. Смотри, вот ты решила переехать. Выбрала в ГИК, да, или ты по всем гитерем пошла? Ты знаешь, я пошла везде, конечно. Я сначала поступила в Питере, у меня так получилось, вообще у меня как-то все сложилось, да, что как-то мне очень судьба вообще вела меня в этом решении все поменять и быть актрисой. Мне реально помогла судьба. Ой, у меня-то вообще есть случай, я сейчас расскажу, давай расскажу, как это там было. Это было вообще, ну, чудо. Я поступила здесь в Питере в ГИК, и мне сказали, что если ты поступила, если тебя взяли, то попробуй поступить еще в Москве, потому что в Москве вся индустрия, все происходит в Москве. Я говорю, ну, хорошо, давайте. И поехала поступать. Там, значит, набирал вот этот мой мастер, у которого я отучилась, Бородин Алексеевич, а он очень строгий. И вот эта моя разнужденность, которая тогда во мне присутствовала в 18-19 лет, она как бы его очень смущала. Но то, что я вот такая смешная и комедийная, у меня был весь такой комедийный репертуар, я читала Хармса про кошек, как, ну, Хармс, это же... Да-да-да-да-да-да-да. Понимаешь, да, что Хармса, у меня был какой-то монолог про кошек, а кошки разбежали с выставки, и я показывала на всю приемную комиссию, что типа это мурка, бурка, штукатурка, они все ржали, ухахатывались, но вот сам конкретно Бородин, он так ко мне как-то не очень. Но в то же время он пообещал мне, то есть там есть такая тема, как перед прям вот перед уже зачислением, да, что типа вот говорят всем, мы тебя скорее всего берем там 90%, и он мне это пообещал. Я еще параллельно к Райкину поступала во МХАТ, во ВГИКе меня слили, ну, в общем, у меня был выбор между МХАТом и Райкиным, и Бородиным, но Бородин уже мне так типа, и все его педагоги сказали, что... Ты, Карм, сыграла во всех поступательных вузах, да? Серьезно. Вот, и, короче, он мне сказал, что он уже берет, и я такая, знаешь, чуть подрасслабилась, вот, и в МХАТ уже не пошла, потому что мне сказали, что берут, ну что, все, я-то там, в общем, у меня осталось только этот один ГИТИС, и в последний самый момент, ну, прямо на конкурсе, где из 100 человек должно остаться 30, да, ну, то есть вот самый финальный выбор, мой, он меня не берет, ну, то есть вот в списке финальном нет моей фамилии, а я уже в МХАТ не пошла, я в Питере уже все бросила, всем сказала все, я уже все в ГИТИСе родителям, значит, сказала, что я уже поступила, и все, ну, то есть как бы, и он меня не берет. Представляешь, у меня был шок, я была готова вообще там, будем, топиться в Москве-реке, ну, то есть прямо... Ну, год ты или год ты ляжешь, вообще куда деваться? Да, что мне... А мне уже было... Мне уже было 18-19 исполнялось, это очень много считается. Да. Вот. Хотя тоже такой вообще сексизм. Ну, это же не в возрасте, а, да, вот в этом высшем образовании, потому что есть там допкурсы... Ну, вот именно вот эти ГИТИС, Щука, Щепка, МХАТ, они вот, да, стараются взять совсем молодых таких вот парней-девчонок, да, чтобы, не знаю, что, чтобы они играли массовку молодую потом в театрах. И я. Вот история, волшебная, волшебная история про то, как я вот ровно в этот вечер, после того, как мою фамилию не вывесили... Это я вот... Вот я клянусь, это так было. Я не вру. Вот не для, знаешь, не для того, чтобы... Иду. А после того, как, знаешь, мою фамилию не вывесили, иду по Тверской со своей подружкой и плачу просто горькими слезами. Вот так вот. И идут два парня нам на встречу. Ну, такие молодые мужчины. Мы их не знаем. И они идут девушке и говорят, что вы плачете? Я говорю, я не поступила в театральный институт. Этот один из них такой, да, говорят, а что за театральный? Я говорю, Гитис. Да, он говорит, а к кому? Я говорю, к Бородину. Они такие типа стоят, ну, говорят, по этому... А это даже не рядом с Гитисом. Это Тверская, а Гитис — это Арбат. А он говорит, ну-ка, пойдем вот тут кафе. Мы заходим, правда, в дверь. Я говорю, слушай, а вот ты представляешь, сын Бородина, мой лучший друг. Вот этот один из этих мужиков говорит. Я говорю, да ладно. Он говорит, ты так плачешь, натурально. Говорит, ты, говорит, хорошую я могу быть актриса. Сейчас я ему позвоню. И он при мне. Мы вот так сидим за столом. Он набирает номер. Говорит, Володь, тут, короче, девчонку мы встретили. Она плачет, что папа твою не взял, говорит, с конкурса слил. А он, говорит, что, вот прям так встретил. Говорит, встретил. Он говорит, сейчас я с папой поговорю. Вот так вот, говорит, с папой. Он говорит, не, ну, если это типа такая ситуация и уж такая вот совпадение, то это явно судьба, так что давай ее возьмем. Представляешь? Ну, то есть он думал, да, и это вот я клянусь не придумала. Ну, то есть... Ну, вот представь себе, после этого на курсах Бородина, который видит вот тебя как распускающийся вот это вот резко и ярко, он сам-то вообще в шоке был, кого он чуть не опустил. Вы говорили когда-нибудь потом об этом? Мы никогда... Он очень строгий человек, очень строгий худрук. Это, знаешь, такая старая школа вот этих вот мастеров, которые очень сильно держат дистанцию, да. Он, ну, то есть как бы мы с ним вообще никогда не общались. Он, честно говоря, меня не очень любил, потому что я не в его как бы... Ну, знаешь, вот что-то там, чтобы понимать. У них у всех есть свои как бы любимые, ну, то есть любимый типаж. Типаж Бородина – это такая, знаешь, прозрачная девочка, героиня, маленькая такая мальчика подобрая. Ну, знаешь, такие вот... У него есть театр таких актрис. Это сейчас не... Ну, ты понимаешь, это не потому что они плохие. Я хорошая, просто они все другие. Я как бы такое, знаешь, ну, такая, а-а-а, блин, очень яркая. Я все время делала какие-то пародии на Тернер, кидалась пухлями. Ну, то есть у меня вот именно вот такой вот образ очень яркий. Скажи, пожалуйста, Оль, а вот строгость художественного руководителя театрального вуза, она актеру помогает или скорее она его, вот эту веру в себя уничтожает? Это очень важный вопрос, потому что он ведущий в двух. Ты знаешь, что я общаюсь и с той стороны, и с этой стороны. У меня тоже есть свое мнение по этому поводу. Но все-таки скажи, пожалуйста, вот театральная, может быть, даже не знаю, как балерина, скажу, меня убила строгость педагога. Она убила во мне желание работать. Помогает ли здесь и между театром и кино разница? Сразу два вопроса. Два прям огромных вопроса. Смотри, я очень долго думала об этом. Вот к первому вопросу о строгости педагогов в театральных институтах, да? А потому что там же не только был, например, один Бородин, там их было пять, по-моему, у нас или шесть вот этих педагогов по актерскому мастерству, и они все были как собаки, вылые, простите, простите. То есть никто нас, ну не было вот таких, кто бы, ну вот меня конкретно хвалил, меня все, значит, из меня вот это вот переделывали, пережимали очень. Ну то есть у нас про похвалу не было. У нас было про то, что тебя должны как бы переломить, да, тебя должны унижать, а ты как бы в ответ начинаешь, ну, хорошо делать, да? То есть там что по танцу, что по речи, что по актерскому мастерству. У тебя говорят, ты говно, ты говно, ну, а ты такой, нет, я докажу, что я классный, да? Ну то есть такое вот броню такую к тебе, значит, ну то есть у нас так говорили... Вот нафига? Не знаю, один из педагогов наших говорил так, типа вам должно быть так сложно во время обучения, чтобы когда вы потом пришли в театр, ну у нас про театр было, про съемки ничего не было, чтобы это все вам казалось раем просто, и что мы вас тут так на гвоздях, значит, поставим, что вы потом... Я, честно говоря, с этим не согласна, но, понимаешь, да, история не терпится слагать на наклонение, я не знаю, как бы моя жизнь сложилась, если бы не было этого, да, я не знаю, там, моё мастерство, там, это благодаря этому или нет, я не могу это проверить, понимаешь? Но боли много было по пути в обучении, вот, я об этом говорю. Боль, она, конечно, может быть, и раскрывает глубину, да, как-то вот в человеке, и даже тот же юмор, это, да, мы знаем прекрасно, что утрированная вот эта боль. Да, чувство юмора, но приходит от такого-то, да. Вот на том же курсе ведь были люди, которых любил твой педагог. Ты же говоришь, меня не любил, ну, значит, кого ты любил. И вот тот, кого любил, этому человеку легче было, чем тебе вообще проходить обучение. Ведь это трата времени, это же всё-таки игра актёрская, да, то есть это всё равно, это не спорт, где ты бежишь, понимаешь, ты потишь, у тебя всё болит, там, ноги в кровь, и ты бежишь. Есть упражнение, ты его выполняешь. Где там место боли и для чего она нужна, вот правда? Для чего? То есть что они унижают? Они убирают личность в человеке, чтобы он показал, что нет, вы ошибаетесь? Что это? Это, я не знаю, Соня, понимаешь, нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Ответа нет. То есть если брать, ну, там, мой курс, курсы другие, у которых учились, это мастер, какие-то, ну, кто остались в профессии, ну, там, человек, наверное, 7, там, из 30, да, остальные ей не занимаются. Это очень сложный вопрос, ну, как бы, очень, у нас, когда закончилось это обучение, у нас все были в депрессии, все сидели, пили водку, потому что, ну, те, кроме кого он взял в театр свой, кого не взяли, да, то есть там, они все очень переживали, очень страдали, и я знаю, что есть ребята, которые так себя особо не нашли. Ну, и плюс, как бы, театральное образование, оно для кино, ну, то есть единицы могут почувствовать сами просто, что такое работать в кино, потому что театр, конечно, тебя натаскивает на то, что ты так играл, чтобы бабушка, понимаешь, в 20-м ряду плакала от твоего шепота. Если ты придешь и на съемочной площадке будешь вот так вот это все играть, то, ну, как бы, тебе скажут, ты профнепригоден, ну, точнее, даже тебе это не скажут, все промолчат и скажут следующее, вот еще что, как бы, плохо, мне кажется, что нет фидбэка для наших вот актеров. Поэтому у нас и снимают пять человек, понимаешь, одних и тех же. Не потому, что у нас там, знаешь, миллион классных актеров, которые вот там просто вообще Брэд Питт и Ди Каприо сидят дома, понимаешь, и на диване лежат с пивом. Такого нет. Ну, объективно. Скажи, пожалуйста, попадание. Попадание. Как попасть в кино, будучи театральной актрисой, а у нас в других вузах не существует? Ну, как бы, они все считают театральным, потом ты попадаешь в кино. Каков путь, какие действия? Буквально даже вот ты рассказала о том, как чудотворна может, да, судьба, как вот твои какие-то собственные решения. Ну, это судьба моя сложилась с тому, что меня взяли, да, 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 именно в ГИТИС, да. Ну, вот это, да. А физические действия? Да, вот что ты делаешь? Слушай, ну, я закончила уже давно, получается, это был 2009 год. Это уже там, а сейчас какой, 10 лет назад, мамма миа. И тогда не было, конечно, такого сумасшедшего интернета, да, что все сразу могут... Я тупо ходила на мосфильме, раздавала свои фотографии. Я вот это вот, знаешь, возьмите меня, пожалуйста, тебя будут унижать и говорить, мы тут не нужны, вы вообще кто? Ой, да посмотрите на себя, да кому такая нужна, блин, ты что, какая-то вся сделанная баба? Ну, вот я этого слышала, знаешь, миллиард всего. Да, ладно. Да, да, там унижаются какие-то тетки сидят вот эти все, понимаешь, 65-летние вот такие в очках, которые тебе говорят, а, сколько ходили? Да. Ну, в России. Это невероятно удивительно, ну, вот буквально с Люсей Ленокс на нашей программе Actors Talk обсуждали именно тот факт, что, по сути, в индустрии, что мы, актеры, должны помнить и прекрасно понимать, что они сами ищут нас и таланты. Да, конечно, ищут. Если у человека еще есть собственное желание, он упертый, то его в любом случае надо заметить. И более того, мы обсуждали, насколько нестандартная ситуация, и нестандартный заход на тот же кастинг может оставить след и повлиять на то, что выберут именно тебя. Как часто ты проходила кастинги? И была ли у тебя такая вот, ты сейчас рассказала про такой азарт, ты приходила на кастинги, куда тебя не звали, например? А, так, куда меня не звали, приходила ли я на кастинги? Просто шла-шла мимо по мосфингу, понимаешь? Ты такая, опа, кастинга, а, ну-ка, нырну туда. И оп. Ну, вот на мосфильме я везде ходила, да, стучалась в эти двери, меня выгоняли, я, знаешь, туда, в следующий. Ну, то есть у меня не было никакого стеснения, что, знаешь, они там... Я как бы абсолютно понимала, что я оправдана тем, что я, ну, ищу свою работу. У меня не было других, как бы, ну, как сказать, о себе заявить, других, ну, рычагов, инструментов. Потом я всегда понимаю, ну, сейчас вообще, то есть я понимаю, что есть определенное, как сказать, ну, у людей к моей внешности такое, ну, типа, думаю, что я какая-то, вот как режиссер уровень тяжело, думаю, что я какая-то, знаешь, там, тупая баба. Ну, такая, если я такая с губами и такая вся, типа, ну, то, значит, я какая-то, знаешь, ну, там, у меня в голове интересы, интересы только там. Ну, это сексизм, слушай, он такой бытовой, он, кстати, очень, ну, в России. Вот если мы только вчера с моим соавтором говорили, который, ну, парень, да, что в России столько сексизма, он настолько пророс вообще, вот, как плесень, понимаешь? Он даже, ну, то есть в Америке вот эти проблемы, там, расизм, это, того не знаю, а у нас это абсолютно, ну, что женщина не человек. Значит, ну, типа ты... Или выбрать надо вот такой персонаж, который будет ассоциироваться у большинства из глубинок, да, вот что-то такое я тоже слышала. Почему действительно в России самые красивые девушки, а в кино мы можем очень редко увидеть красивую женщину? Ведь это действительно-то задело сейчас очень интересный факт и тему, потому что я слышала мнение о том, что, показав красивую девушку, люди остальные оскорбятся, жены не захотят, чтобы это кино работало, пока мужья, понимаешь, там, пришли с работы. То есть как-то очень личностно воспринимается, мы забыли про то, что кино – это кино, а не все-таки пародия и пересказ того, что происходит в реальности. Поэтому кино интересно смотреть. Обычную жизнь не особо как бы интересно смотреть. Но вот у нас стараются подбирать персонажей, максимально похожих на реальных людей, которых большинство, но ведь спускаясь сейчас, мы говорим, мы с ними работаем для большинства людей, и все это правильно, но все-таки в Европе главная героиня – это внешность скорее больше твоего типажа, чем девочка, которая вот Таня, доярка, с прыщиками на лбу. Вот почему, да, доярка. Я тоже вспоминаю сразу какой-нибудь доярка из Хацапетовки, да, сериал там по второму каналу, который был самый рейтинговый сериал, вообще-то всю историю их мелодрам. Ну, мне кажется, они сходят, во-первых, смотри, есть же разные сегменты наших продуктов, проектов российских, это сериалы на втором канале, который, я думаю, на первом, да, где должна быть какая-то главная героиня, которую жалко, которая вот, значит, из глубинки, вот она приехала, жизнь ее бьет, и там и муж ей, значит, изменил, и все у нее, значит, разбились в аварии, и вот она одна такая вся в кредитах, а потом она вышла замуж даже за миллионера, который добрый, значит, ее подобрал, и теперь она, ну, то есть вот эта вот сказка. Ну, такая секретарша обязательно должна появиться. А секретарша – это наш с тобой типаж, понимаешь, это красивая, яркая, такая коварная женщина, которую надо наказать, которую обязательно потом жизнь накажет, потому что она какой-нибудь делала аборт. Ну, понимаешь, это вот абсолютная вот, это как бы азбука вот этих сериалов российских, да, таких вот, ну, не самых хороших, где, как бы, должна быть главная героиня простушка, миловидная, да, ну, то есть она не должна быть какая-то страшная, с большим носом, да, то есть она должна быть миловидная, но такая аккуратненькая, тихенькая, не дай бог яркая такая мышечка, которая, женщина, которая режет салат, понимаешь, перед телевизором, такая русская бойбаба, она ее пожалеет, а потому что наш с тобой типаж, ее будут раздражать, она скажет, ах, ты бежишь, проститутка, там, баба пришла, это снимается там в своих сериалах, наверное, на машине ездит, дорогой. Ну, это… Я очень люблю эту сцену, которую ты отыграла, когда собиралась там на прогулку, и какая-то Бася вышла в танцы, обожаю тебя, она их представляет, и просто шикарно вообще, ну, правда. Ребята, советую всем посмотреть, взгляните, Уля в Инстаграме, есть эпизоды из ее картины, но правда очень-очень смешно. Ой, буду побольше, кстати, выкладывать, да, это интересно, да? Ну, конечно, ну, конечно, конечно. Ну, да, это вот, знаешь, такой глубинный запрос наших продюсеров на то, как кажется им, что смотрит типичная русская женщина, реже дома салат где-нибудь в Рязанской области. Ну, то есть им нужно жалеть какую-то серую мышку и не любить какую-то вот такую вот яркую женщину, типа нас с тобой, понимаешь? Поэтому мы с тобой дояркую с Хацапетовки не сыграем никогда, и как бы не надо даже туда метить. Ну, у меня был опыт, я играла маму из Холокоста, без зубов, которая должна была своего ребенка отдать, Анна Пекнанса была главной роль, Добрый Сердце Ринза, вообще персонаж, который совершенно, ну, ко внешности не будет. Ну, это другое, это все равно, это же интересно, это потому что твой талант, твоя природа, да, как бы, это, ну, другие, как бы, вещи, что называется. Да, а так по типажу не возьмут, если ты в базе. По типажу на канал Россия, да, мы с тобой не пройдем, но слишком красивая для этого, конечно. Спасибо, Матер. Ну, какие ты там, да. Как первый фильм все-таки ходил, самый первый опыт, самый первый фильм, когда эти уже сказали, что все, мы тебя берем. Расскажи мне про это, вспомни. Так. А что делать? Театр, там был опыт, там вроде как понятно, как репетировать. Да, я стеснялась, да, я очень была в сильном зажиме. Что за картина была? Как ты на нее попала? Это был такой фильм, такой полнометражный фильм, он назывался «Привет, Киндер», там был Леша Воробьев, который сейчас в Голливуде, кстати, сыграл в каком-то сериале Нетфликса, одну из таких главных ролей. Певец наш Алексей Воробьев, знаешь, какой блондинчик, красивый очень. Вот, он в Америке параллельно, вот, он там, да, такой играет, играет какого-то, например, молодец, да, он как бы работает над этим. Вот. Язык, как минимум. Язык, язык, да, да, да. Ну, вот из наших, кстати, если мы так перепрыгиваем, Юра Колокольников сейчас тут много снимается, он у Нолана сейчас в одной из главных ролей снялся, он молодец. У него как-то это все пошло. Но он, да, он просто тоже жил в Америке долго. А, ну только вот давай это я, это... Как попала? Я бы пришла на Мосфильм, прошла кастинг, и меня взяли, это была совсем маленькая роль, но это был такой интересный опыт, я ужасно волновалась, переживала, но... Как поборола свое волнение. Мы здесь еще через этот Actors Talk даем молодым ребятам какие-то, да, такие подсказки, как вот у кого, что, как можно побороть. Вот поэтому я тогда тошно спрашиваю детали. Вот действительно стрёмно, первый раз волновалась, понятно, что волновалась. Как поборола волнение? Посоветуй. Смотри, ну, чтобы побороть любое волнение, да, и вот не думать, ну, то есть очень же важно не думать о том, что здесь вот там камера, да, а за ней еще куча человек, кто-то жует, кто-то, значит, там что-то не то делает. Очень важно, ну, как бы концентрироваться на том, где ты, ну, то есть вот это внимание, вот заниматься делом, вот актерское, вот кино, навык номер один, это быть занятым очень сильно своим партнером, тем, что с тобой сейчас происходит. Если ты, ну, как бы вот сейчас вот начинаешь, да, нужно хорошо там знать свой текст, понимать свою задачу, да, что ты делаешь сейчас, и быть вместе со своим партнером, чтобы у тебя была вот эта четвертая стена, и ты совершенно не думал о том, ой, а сейчас там что-то зазвенело, ой, а там сейчас вот это самое на меня смотрят, да, то есть вот эти как бы лишние мысли, они как муки, которые тебя вот, ну, отвлекают от процесса, от того, что... Знать материал, верить в него, сделать его личностным и не безразличным. Да, и заниматься своим партнером, заниматься делом, которое у тебя сейчас 24 часа, вот мы здесь сейчас, мы с тобой разговариваем, я занимаюсь только тобой, я не думаю там сейчас сварить суп, что у меня там делает мое бэби, я всех там, значит, ну, все организовала для того, чтобы быть здесь сейчас. Так же и на съемочной площадке. Вот твое внимание должно вот сузиться вот до вот этой конкретной, до твоего партнера, вот до вот этой точки, чтобы его пытаться изменить. Были ли у тебя казусные ситуации, где ты готова, например, работать с партнером, но видишь его первый раз на площадке, а вам уже идти в кадр, чтобы договориться, как-то отрепетировать, там, потанцевать друг другу в глаза, друг другу посмотреть, как бы, чтобы присоединиться. Были казусные ситуации, где человек бы не хотел идти навстречу, или ты видишь сцену так, человек видит иначе, чтобы какой-то спор возник. И если да, то как с этим быть? Вот, если нет, то слава богу. Слушай, да нет, ну, конечно, миллион было за столько, представляешь, лет, и за столько у меня реально было разных сериалов и фильмов, было там миллион всего. Есть такие партнеры, которые, ну, просто, там, знаешь, или какие-то это, вот, мы стали про это говорить, кстати, смешно, у меня пришел кот и начал меня отвлекать по всякому. И коте поточило в ковер ногти. У нас с тобой есть 7 минут на общение, после чего нам придется прощаться в Инстаграме, видишь, как быстро время летит. Да, да, да. Поэтому кот, брыс! Слушай, ну, например, есть актеры, которые специально тебя как-то пытаются расколоть, или как-то над тобой троллят, там, или, ну, тот же самый вот Сережа Бурунов, которого мы все знаем прекрасно, он, насколько он гениальный артист, настолько он и сложный партнер, потому что если ты не выдерживаешь, например, его юмор, или его степ, да, или какой-то там, типа, он, ну, например, у меня там постоянно, вот мой дубль какой-то, и он мне постоянно строил рожи вообще-то, ну, знаешь, типа, смешил меня как-то. Это вот они так делают, да. Потом у меня был тоже там в каком-то сериале такой с актером Хат, очень дяйки, но очень старый ему, там, типа, уже, ну, не 80, ну, 70 с чем-то, и на каждом моем дубле он, ну, то есть он свой текст скажет, а, типа, моя восьмерка, он, типа, так вот, реально. Ну, это они заигрывали с тобой, с красоткой, реально, вот что они делали. Нет, вот этот дед, это он реально засыпал, он уставал, да, значит, он отдыхал, он реально, да, такой, типа, ложился на плечи, как голомушек, и я думаю, ладно, был с тобой. Ну, то есть вот это все надо, да, преодолевать. Потом был какой-то актер, там, озабоченных у нас, который просто только-то был неадекватный, то ли он, то ли он был под чем-то, то ли еще что-то, он постоянно хихикал очень. То есть он не мог, мы не могли сниматься, он постоянно, глупый смех какой-то у него, знаешь, типа, ну, вообще это было связано, не знаешь. Ну, да, это постоянно надо все преодолевать, как бы, ну, это тоже с опытом приходит. Это добавляет работу, нам тут пишут друзья, передайте привет. Передаем всем привет, мы не отвлекаемся с Олечкой, слушаем друг друга внимательно, ваши вопросы обязательно зададим, когда Ольга к нам вернется через пару недель, поэтому просим прощения, все видно, все, вот, мы видим ваше присутствие, вот, но очень не хочется отвлекаться от интересных рассказов, вот, и историй, которые происходили. Ну, конечно, это подстало так делать, так делать не занимается. Очень, ну, просто это часто бывает, ну, как бы, это нужно просто понимать, знаешь, такие, ну, минусы там, но, когда ты уже, как сказать, ну, опыт, навык, все равно, работа в кино, это навык, ты должен себя отпустить, ты должен себе позволить. Я вот все время, я вот в последнее время сколько думала об этом, да, и как режиссер, когда я актриса смотрю, надо себе разрешить быть свободным, ну, вот надо, ох, он стоит. Надо себе разрешить позволить. Помимо этого, вот, вот, как раз то, что вот создается, да, Real Art Studio, где есть возможность, как в тренажерном зале, приходить, брать любой материал и работать с ним, ну, согласись, ведь это необходимость для актеров постоянно развивать, вот, у тебя появился ребенок, это другой опыт, ты уже мама, ты уже не прочитаешь текст так, как ты прочитала бы его до этого, и таких мест, как бы, мало ты. Вот он такой сладкий, у тебя вообще с усиками, малыш, он согласен, кот согласен и говорит, так, сейчас пошел. Это про то, что, знаешь, это вот, я очень, кстати, знаешь, отношусь всегда, что пространство, оно очень, как бы, слышит, отзывается, он сюда никогда не приходил, он, как бы, говорит нам о том, что нужно быть свободным, как, вот, кот, понимаешь, вот, вот, чем классные актеры такие, вот, супер свободные, они, ну, вот, они не думают, как они выглядят, что, как бы, сейчас кто подумает про них, да, как бы, самые классные актеры в кино, это те, когда ты никогда не знаешь его следующей оценки, ты не можешь предугадать, да, каким он будет. Вот этот же самый фильм, там, вот, меня совершенно потряс однажды в Голливуде, потому что я, я вспоминаю этого Брэд Питта на крыше, понимаешь, ну, ни один из наших артистов, там, да, даже самые какие-то, вау, свободные, как какой-нибудь там Петров, да, он, ну, никто так не делает, он ничего не, он не играет вообще. Напомню момент, который тебя впечатлил, где он, как Брэд Питт раздевается на крыше, помнишь, это же сцена, ну, то есть, это реально сцена, вот, он, он просто заходит на крышу, хочет ее починить, и он очень долго раздевается, но от этого не оторваться, и не потому, что я женщина, которая нравится красивое мужское тело Брэд Питта, да, а потому, что в этом есть какая-то магия абсолютная, вот, вот магия просто, ну, как бы, происходящего с ним сейчас, да, и это не только, как бы, я, потому что, действительно, девчонка, вот, его выбор так сделать, это какая-то суперсвобода, это суперсвобода, суперпозволение, просто я есть, вот, я есть, такой, какой я есть. Вот вопрос, ты, как режиссер со своими актерами, предпочитаешь работать на площадке, или все-таки дать им возможность открыться так, как вот то, что ты описала, сделал Брэд Питт? Для тебя важно сначала дать им четкое указание, или дать, или посмотреть, ты берешь готового уже героя, который понял, что ты делаешь, или с ним работаешь? Это, кажется, это залог, ну, вот, в первую очередь, залог, вот, именно успеха фильма, когда ты берешь персонаж, когда твой кастинг, когда работа с актером в основном заканчивается на кастинге, когда ты взял абсолютно человека, который может, ну, как бы, понимает, транслирует твою историю, понимает, о чем ты хочешь сказать вместе с тобой, ну, как бы, соавтор рассказывает вот эту историю, ну, и залог всех, там, лучших фильмов, и мировых, и российских, неважно, это когда, ну, вот, ты смотришь за главным героем, да, и ты, вау, ну, тебе, он, как бы, рассказывает о себе, на самом деле, метафорически, вот, этим, ну, вот, персонажем этого фильма, и ты можешь от этого торваться, да, 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 и ты как-то смотришь за ним, вот, ты смотришь за этим человеком, на самом деле, ну, все, вот, у нас все время говорят про перевоплощение, про то, что актер сегодня должен быть таким, завтра таким, мне кажется, это больше театральная тема, а вот, все, там, Брэд Питт, это всегда, Брэд Питт, ну, понятно, что в разных обстоятельствах, да, Через призму обстоятельств, да, через призму обстоятельств, там, Брюс Уиллис, это, вау, всегда Брюс Уиллис, даже когда он играет, там, в друзьях, какого-то комического персонажа, который, там, Брюс Серивич смешная из друзей, я не знаю, видел это или нет, где он, ну, что-то помешанный на ревности чувак, но это все равно, нам интересно смотреть, как Брюс Уиллис это будет делать, Том Круз, это всегда даже в Магнолии, где он супердругой, да, где он, вот, этот тренер, он, это Том Круз, ну, который... Все равно через себя, конечно. Да, они все делают через себя, он никогда не будет, знаешь, там, играть какую-то бабку, значит, с одним закрытым глазом, он не будет через это перевоплощаться, он будет перевоплощаться через, ну, как бы, другой образ мысли, там, Джут Лоу, например, да, потрясающий Джут Лоу, красавец, которого просто все девчонки обожают, играет в фильме вот этого Содерберга «Эпидемия», играет какого-то, значит, абсолютно неприятного типа, но он его не играет, он, вот это очень большая разница между тем, что играть, изображать какого-то другого персонажа, да, как ты себе его представил, или просто менять, вот есть книга, это в основном, господи, Тостаногова «Зеркало сцены», где очень круто про это написано, если кто-то вот смотрит, кому-то важно вот это вот, вы читаете «Зеркало сцены Тостаногова», он очень классно объясняет, что такое разница между играть и перевоплощение через образ мысли, то есть это не внешнее, это не в смысле, ты одел другую кепку, и ты как бы уже другой человек, ты меняешь образ мысли. Ты мыслишь иначе, конечно, конечно. Ты мыслишь иначе, да. Моё чувство юмора, моя боль, как я отреагировал бы на то, всё это делают изнутри, и глаза работают по-настоящему, безусловно. И ты можешь, да, да. А когда приходит актёр, там, театральный, и хочет перевоплотиться через что-то внешнее, и говорит, какой образ я сейчас играю, это совершенно не как обман. Ну, это кривляние. Ты как бы хочешь... Да, это кривляние. Это абсолютно кривляние, и в кино камера видит самый маленький вообще миллиметр вранья. Тот же самый фильм, очень наш в стриме любимый «Молчание и гнят», да, где Ганнибал Лектор, да. Вот представляешь, Энтони Хопкинса всего 16 минут на экране, из всего фильма, но ты забыть его не можешь. Его всего 16 минут, потому что он играет зрачком абсолютно. То есть он ничего... Его лицо абсолютно покерфейс, да. У него просто меняется зрачок. Ну, он страшнейший, ты его боишься, ты потом сниться во сне, понимаешь? Хотя это, ну, как бы ничего он там не делает. И это то, что он внутри увидел и передаёт. Это очень круто. У нас осталась всего буквально одна минута, к сожалению. Так интересно, Олечка, время пробежало у нас. Да. Туда тоже. Ты можешь дать вот буквально три совета начинающим актёрам, тем, кто поступил и тем, кто не смог поступить? Как-то вот вдохнови, пожалуйста. Скоро экзамены, скоро у людей решается их судьба. Слушай, ну, мне кажется, что самое главное вот в нашем деле, вот в этом актёрском, да, во время обучения или во время того, как ты хочешь, вот услышать свой голос, вот понять, в чём ты индивидуален, да, где ты, тебе все будут говорить про то, что нет, надо быть таким, все там какие-то мастера или что-то будут против, но вот понять себя, услышать, как бы, какой ты на самом деле, да, какой-то ты трогательный или может быть твоя природа наоборот переть или ты вообще какой-то, знаешь, там есть такие актёры с очень отрицательной харизмой, которые этого боятся в себе, хотят быть какими-то милыми, от этого у них диссонанс, они как бы никому не нужны, потому что они не верят как бы в себя, не понимают, что плохим быть тоже как бы классно, да, ну, то есть вот свою природу понять, потому что я тоже долго не могла понять, что я, например, смешная, да, то есть мне казалось, о боже, я красотка, да, я буду сейчас играть в какую-то, а смешных красоток их наоборот нету, это моя индивидуальность, да, ну, то есть, понимаешь, вот эту свою индивидуальность понять и её как бы, ну, вот прямо высекать лишнее, как от статуи, как мрамор. Не стараться быть ни на кого похожим, искать свою индивидуальность, верить в неё, идти, идти утрировать и не останавливаться, пробовать, пробовать, ничего не боясь и не стесняясь. Точно, точно. Подытожив с Ольгой Дипцевой. Любимая, я с тобой прощаюсь, сейчас позвоню тебе в личку, ещё раз поблагодарю, что нашла время, несмотря на то, что у тебя совсем маленький ребёночек, ещё увидимся с тобой буквально через пару недель, я правда очень рада, надеюсь, напрашиваюсь к тебе в гости, пока в Санкт-Петербурге, мы вещаем из города героя, Олечка, обнимаю тебя, отключаю, друзья, пишите свои вопросы, мы через пару недель обязательно встретимся, потому что разговор правда интересный, Ольга знает всё, что касается в России от вузов до поступлений, до съёмок уже и в таких больших картинах, которые становятся самыми популярными нашими уже в России фильмхолоп, про который мы так и не успели поговорить, но к этому мы вернёмся через пару недель. Время пробежало, потому что у нас действительно есть много чего рассказать, и тебе тоже есть что-то рассказать, мы должны как-то это... Обязательно, обязательно увидимся ещё, я тебя целую, обнимаю, пока, дорогая. Спасибо, пока, всем пока, ребят.